Примеры безалаберного отношения коммунальщиков к своей работе прямо сейчас в эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Улица Свобода 141, свежий ремонт во втором подъезде испорчен. Причина протекающая еще с прошлого года кровля. В августе 2015 года у нас потекла крыша. Залило с пятого по первый этаж. Мы обратились в акционерное общество «Жил универсал». Директор Шильников Евгений Юрьевич. Он делал отписки, сказал, что поможет, что все сделает. Но работы были частично сделаны по вентиляционной шахте. Там запенили, замазали, постоянно привозили шефер. В мае 2016 года у нас начали делать капитальный ремонт подъезда. Все побелили, покрасили, заменили почтовые ящики. Все было вроде хорошо. Но потом пошел дождь. Начали опять это белить. Мы обратились опять в «Жил универсал». То есть крыша протекла? Да, крыша протекла. И мы опять обратились в «Жил универсал». Опять пошли отписки. Сказали, что мы по плану, по замене кровли крыши, стоим августом 2016 года. Как это можно делать? Капитальный ремонт подъезда, если еще не сделана крыша. Потрачены наши деньги. У нас пенсионеры, бабушки, инвалиды, которым по 90 уже по 80 лет. И из их кошелька, из их кошелька они за наш счет делают подъезд. И посмотрите, как все это сделано. Вроде так сухо, высохло это все. Вот текло у меня на посель. Все тут кресло, все сквозь промочило. А вот теперь вот опять было, и это опять повторилось. Вон уже начал обозначиться, вон там еще, над этими, над мебелью. Кошмар. Обои там вон все отстали, вон углы, все текло, вон там все сыро было. Обои вставали вон там, я уже замазывала. Ну, повидим все плит сухие, мокрые. Ремонт испорчен. Мы требуем, не то что просим, а уже требуем, если не будут приняты меры по замене кровли, крыши, будем жаловаться губернатору в Самарской области. Все, больше мы уже отписок никаких не принимаем. Наши требования, чтобы сделали крышу и ремонт сначала, в нашем подъезде, с пятого по первый этаж. Улица Селина-5. На внутриквартальной дороге с торца дома два разрушенных открытых колодца. Более чем за полгода на жалобы жильцов никто так и не отреагировал. Были неоднократные обращения в администрацию промышленного района насчет того, чтобы найти собственников этих колодцев и заставить их сделать эти колодцы. В конечном итоге это было все словесно, то есть по телефону я пишу бумагу в прокуратуру промышленного района и в администрацию промышленного района весною. Это март месяц. На что было, в общем-то, нам дано ответ в письменной форме, потому что все входящие, все документы были, что будем искать и вас информировать. Сейчас конец сентября. До сих пор замглавы администрации промышленного района говорят, что да, нашли они, собственников этих колодцев. Да, они принимают какие-то меры, но колодцы до сих пор не закрыты. Мне было еще летом сказано, может быть вы закроете просто крышечками. В общем-то, никому дела нету. А гуляют кругом дети, проходят здесь и ночь, и люди, и молодежь. А глубина колодца, особенно вот этого, там значит где-то порядка двух-трех метров, где можно немножко подломиться. Здесь можно просто убиться, потому что глубина колодца до трех метров. Поэтому и обращаемся, в общем-то, уже не знаем к кому, то есть, в общем-то, осталось, наверное, или главе города, или главе области, или главе страны обратиться. Так как администрация промышленного района вместе с прокуратурой промышленного района просто бездействует. Отписками можно заниматься до зимы. Все ждут, когда пройдет снег, все это засыпется, и все это все снова забудут. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся!